друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркет составлять ваши вопросы если такие есть в секции с комментариями и не забывайте ставите лайки поздравляю всех с пятницы впереди выходные друзья вы знаете что нужно делать максимально отдохните соберитесь с духом с хорошим настроением нас ждет очень непростой декабрь и этот непростой декабрь упирается опять же в потенциальные меры экономической поддержки в рамках буквально всех экономик мира но особенно нас интересуют штаты потому что то насколько активно будут стимулировать американскую экономику и то насколько много в нем будут заливать денег будет зависеть что произойдет с долларом от этого уже пляшут все остальные финансовые активы помимо этого друзья мы точно дождемся конкретики по брекзиту переговоры снова затягиваются кстати сохраняется вероятность того что какие-то решения могут быть озвучены в плане договоренности между ес и англии до конца текущей торговой сессии поэтому прям призываю друзья а тех из вас кто работает сегодня по сей день с британской валюты будьте крайне внимательны не отходите от ваших мониторов следите за вашими сделками это особенно актуально для тех кто привык злоупотреблять принципами правилами риск менеджмента и работает с загрузкой по депозиту с плечом более чем один к десяти я кстати вот пользуюсь такой своей же подводкой пользуюсь возможностью хочу напомнить вам друзья то что ни в коем случае нельзя допускать загрузку по депозиту если ориентироваться на плечо больше чем один к десяти и уже много раз вам говорил что если у кого-то есть пробел в понимании того что это такое за правило риск менеджмента пользуйтесь профессионализмом персональных менеджеров компании а маркетса пообщайтесь с вашим персональным менеджером задайте вопросы вы поймете о чем я говорю правило риск менеджмента их необходимо знать это вообще основная концепция на которой хим может выстраиваться любая торговая система даже не может от должна выстраиваться торговая система что происходит с долларом друзья 90 69 индекс американской валюты все глубже и глубже уходит вниз соответственно пробивая а каждый раз новые и новые поддержки лоу который мы видели в рамках этой недели это тире лоу за последние несколько лет 90 49 я призываю вас друзья давайте как следует навалимся и все-таки продавим этот уровень 90 50 доберемся до отметки 90 100 пунктов и там наверное уже можно будет начинать фиксировать результат потому что и так то ралли друзья и диапазон хода который мы пройдем будет огромен и точно такой ход сопряжен с очень большой прибылью почему я все-таки продолжают активно лоббировать отстаивать идею того что американская валюта это аутсайдер потому что на этой неделе мы получили долгожданный обновленный новостной фон касающихся новых мер экономического стимулирования а в сша во-первых мы знаем то что межпартийные законодатели представили в конгресс документ законопроект можно сказать который является сейчас основным для конгресса он будет рассматриваться и если все будет совсем классно я очень рассчитываю на проактивность конгресса и считаю что если они все-таки решили заняться сейчас этим вопросом вопросом мер экономического стимулирования значит есть какая-то директивная установка указания все-таки согласовать пакет финансовой помощи пусть и в меньших объемах чем хотели оптимисты ранее не нужно несколько триллионов долларов хотя бы вот эту программу на 908 миллиардов долларов а это как раз а те новости с которыми мы работали в начале этой неделе однако вчера лидер республиканского большинства митч макконнелл сообщил о том что ему представили еще один законопроект манучина и главы администрации американского на президента медоуса так вот этот проект фактически имеют подписанную резолюцию от трампа который как вы знаете все еще а президент это может быть одна из последних его таких законодательных инициатив по поддержать экономику правда не разглашаются объемы этого дополнительно дополнительного фонда помощи от белого дома но мне почему-то кажется что его объемы все-таки будут меньше чем вот программу которую ранее представили межпартийные законодатели но даже если это будет 500 миллиардов долларов это точно большая часть средств этих этого фонда пойдет на помощи домохозяйством на выплату повышенных пособий по безработице и это то друзья что и хотелось бы видеть еще несколько месяцев назад потому что чем больше денег сейчас будет согласовываться американскими властями тем выше и актуальность будут риски для роста инфляции и больше будет шансов по-прежнему наблюдать за донными значениями американских долговых бумаг всем известных трежерис при такой динамике доллар не имеет вообще никакого шанса чтобы выкарабкаться поэтому новости относительно новых мер экономической поддержки были очень хорошо приняты трейдерами которые ставили на снижение курса доллара и нам с вами друзья потому что на этой новости мы как раз и смогли пробить поддержку 91 70 и улететь еще ниже статистика тоже поджимая доллара и сэм в сфере услуг как и ожидалось после провального релиза по производственному сектору сфера услуга тоже должна была разочаровать разочаровала 55 и 9 со 56 и 6 спад продолжается очень скоро друзья мы скорее всего окажемся ниже 50 пунктов может быть ситуация улучшится в начале 21 года но для того чтобы были предпосылки для улучшения макроэкономического фона нужно заливать экономику деньгами вот такой замкнутый круг и и с какой бы мы стороны не зашли в анализ перспектив доллара друзья мы увидим только лишь одну дорогу на дальнейшее оснижение сегодня в 16 30 еще один крутейший отчет по состоянию американского рынка труда может быть даже один из самых важных индикаторов состояния всей американской экономики это нонфарм перролса 469 тысяч прогноз по новым рабочим местам в прошлый раз цифра была почти 650 тысяч мы помним что и дипи ранее разочаровали поскольку прирост был ниже 400 тысяч новых рабочих мест я считаю что скорее всего аналитики эксперты дипи были более правыми и адекватно оценили именно ситуацию текущую ситуацию на американском рынке труда сегодня я жду от нонфарм перролс показатель ниже 400 тысяч если мои ожидания оправдаются доллар индекс американской валюты завершит сегодняшний день ниже отметки 90 50 золото друзья 1841 чем больше разговоров о новых мерах экономического стимулирования чем больше комментариев от федрезерва о том что они тоже готовы использовать дополнительные инструменты на предстоящем декабрьском заседании до которого фактически полторы недели тем больше шансов и поддержки шансов для роста доллара и поддержки фундаментальной для такой тенденции и здесь тоже друзья мы уходим на риски потенциальной инфляции потому что все индикаторы которые сейчас пытаются оценить на перспективу что может произойти с индексом потребительских цен в сша даже несмотря на то что сейчас инфляция не растет все эти индикаторы указывают на то что при притоке приходе на американский рынок больше пяти триллионов долларов например ладно в перспективе там шести месяцев а инфляция может вырасти больше чем на один процент короче друзья ждем золото вверх индекса американской валюты вниз новозеландец против доллара 070 58 сохраняем длинную позицию наша цель еще не отработана но скоро будет друзья 072 это целевой ориентир доллар канадец хорошо что пока не заходили в эту валютную пару потому что опять же резкий рост котировок нефти который наблюдался накануне не позволил опять же продавцам канадского доллара перехватить инициативу и сейчас доллар канаде снижается 1 28 как видит медведи наверное это ближайший целевой ориентир друзья я пары это не торгую вам также сделок не давал и если вы сейчас опять же руки чешется хочется зайти в этот инструмент переборить это желание а будут возможности найти более оптимальную точку входа мы это сделаем но позже евро против доллара 1 21 42 ставка на лонг сохраняется оптимизм связанных с вакцинацией от корона вируса дополнительные стимулы в сша причина это снижение курса доллара фон прекрасный для того чтобы дальше топить за идею еще большего роста главного валютного риска по фунту ждем развязки касательно брекзита если комментарии и заявления чиновников из англии с имеют какое-то весомое основание быть реальными то до конца текущей торговой сессии могут быть какие-то новости касательно соглашения но максимум друзья на этих выходных поэтому имейте ввиду возможно даже если вы не уверены в прочности ваших депозитов если вы считаете что не готовы к серьезной волатильности может быть даже целесообразно вам не оставлять сделку по британской валюте на понедельник потому что если выходные придет решение и рынок очень сильно раскачает волатильность может быть несколько сотен пунктов в этом должны прекрасно понимать и сознавать ну и рынок нефти 49 63 я признаться удивлен такой динамике потому что вчерашнее решение опека это решение исключительно медвежье страны опека не стали продлевать текущие договоренности по сокращению добычи а решили действовать практически в соответствии с прежним планом увеличить производство нефти начиная с 1 января но не на 2 миллиона а на 500 тысяч баррелей в сутки это все равно решение медвежье и если бы рынок был нормальным в текущих условиях нефть должна была обвалиться потому что из-за ковида и за проблем со спросом и прекрасно понимаем что есть серьезный рассинхрон между предложением и спросом и тут опек еще больше заливает а мировой экономику до предложения видимо у них есть какая-то какое-то понимание и они видят больше чем видим и касательно того что мировая экономика сможет выкарабкаться из текущего пандемичного состояния отрабатывается сценарий который мы допускали ранее на реакции первой реакции рынка на новости будет все-таки заход в район полтинника оттуда уже может развиться серьезная коррекция тем более сейчас мы получили фундаментальную установку друзья на этом собственно все хорошего вам закрытия недели и до скорых встреч в понедельник всем пока